Мы направляемся в село Акташ, в переводе Белый Камень. Оно находится на 788-м километре Чуйского тракта, трасса М-52. От этого населенного пункта примерно 165 километров до границы с Монголией по Чуйскому тракту. Кроме того, от села начинается Улаганский тракт. Поселок Акташ и база у нас Укок. Вот такая. Ну, заходим что-то у нас. Снимаем. Ну? Очень даже... О! Замечательно! 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 Отлично! Слышно, как гудит горная речка. И мы в беседочке. Вау! Ребятки накрывают стул. Суетимся. Суетимся. Да, что у вас сегодня? Ну, вот этот чак будет есть. 5 июля 2021 года продолжаем свои путешествия по республике Горный Алтай. Побывали где только можно. В долине Марса. И еще там в интересных местах. Сегодня приготовили ужин. Юрий Ильич у нас занялся пловом. Сделал замечательный, великолепный плов. Я огурцы малосольные. Ларочка сделала малосольные огурцы. Викуля, Викуля. Накачала меду? А, не, накачал мед, брат накачал мед. А ты лимончики? Плюс ко всему лимон и свежий мед. 10 дней назад он еще был в сотах. Да, кстати, вот здесь вот такой вот мед. Вот этот мед этого года. Да, на всякий случай 250 рублей. Вот такая вот баночка. Ну, все, например, он всегда доработает. Чего-то меда у нас еще осталось. Сала, колбаса, шашлык и все остальное. В общем, мы приступаем к ужину. К ужину. Так. Та-да-да. Юра, ужин. А, Юра, ну, покажи, что ты готовишь. Покажи, что здесь. О-о-о-о. Гречка по-купечески. Гречка по-купечески. Очень полезно. Очень вкусно. Есть. Есть. Это кухня. И вот такая у нас база. Но она находится как будто бы в ущелье. Между двух гор. Вот такая отвесная стена. Вот. С той стороны река. Вот с той стороны речка. Ну, в общем, и наши домики. Новый день. Шумит река. Шумит река. Шумит река. Утро. У нас утро. Не помню, какого дня. Это искренне. Даже число не помню. Доброе утро. Всем доброе утро. Я не помню, какой сегодня день и какое число. Скажите, подскажите. А на телефоне? Шестое. Не знаю. Юля. 2021 год. Вторник. Все ясно. Шестое июля. Я тоже проснулась. Не помню. Вторник. Мы продолжаем свое путешествие. Хо-хо. Мы не скачем по горам. Скажи, мы идем сейчас в ущелье. По ущелью, да? На Лагамский перевал. На Лагамский? У Лагамский. У Лаганский перевал. Такая вот дорога. Дальше покажу, что будет еще. Это мысли по широкой. Сейчас мы на служении. Ну а пока мы едем, я немного расскажу о природной достопримечательности Республики Алтай в Лаганском районе. Это Красные ворота. В небо на 50 метров поднимаются огромные отвесные скалы красного цвета. Они сложены вулканическими горными породами, в которых содержится примесь ртутных минералов. Киноварь. Это объясняет такой необычайный цвет гор. В лучах солнца эти вкрапления становятся ярко розового, красного цвета. Выглядят пятнами крови на камне. Зрелище настолько впечатляющее, что место обросло легендами. Ну вот по одной из них в районе ущелья богатырь погнался за злым великаном. Но раздвигая горы, ободрал себе плечи до крови. И теперь на память об этой погоне на скалах остались кровавые следы. Специально к Красным воротам туристы приезжают редко. Но проезжая мимо, обязательно останавливаются, чтобы рассмотреть природной памяти поближе. Ну и конечно, почитать многочисленные наскальные надписи. Согласитесь, зрелище впечатляющее. Но остановимся сфотографироваться, мы на обратном пути уже. Возвращаемся в этой дороге. Да, конечно. Мы не скачем по горам. Скажи, мы идем сейчас в ущелье, по ущелью, да? На Лагамский перевал. На Лагамский? На Лагамский. На Лагамский перевал. Такая вот дорога. Дальше покажу, чтобы нет еще. Да. Это можно по широкам. Моур. Рассмотрим. Моур. 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 СМОР. Моур. Моур. Учитель. Моур. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Коренные алтайцы издавна считали, что Чайбек-Коль – место с темной аурой, принадлежащее злым силам. Они рассказывали, что птицы избегают селиться на берегах водоема, а растительность тут вянет и погибает. Озеро входит в десятку самых загадочных уголков Алтая. Чайбек-Коль в переводе означает «длинный, вытянутый». При длине в 2 километра максимальная ширина в северной части – 400 метров. Глубина достигает 32-33 метра. Водоем располагается в горной местности на 1949 метров выше уровня моря. Озеро образовалось в результате обрушения восточного склона, перекрывшего русло реки Чибитки. Озеро в карасе, неимоверное, предрушить, трилет, 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 бутылок, ну, пять, четыре утра, заблосили, удочки. Время 3 недели, это снеговая вода, она растает, тут ничего не будет. Я понял. Плюет, но слабо. Дергает, да? Дергает. С сыном на велосипедах, маленький у меня он еще был, и взял спиннинг. Восьмая карьера. Лужица диаметром метров 30. И рыбаки сидят с той стороны, человек, наверное, 7, 8, 9, не знаю, много. И так рядом они сидят. Так и тишина, утро, так солнце встает. Тихо-тихо вообще. Я так тихо выехал из другой стороны. Спиннинг размотал такой, а у меня там блистра была на таймене. Играм, наверное, 40. Спиннинг мощнейший. Я так его, хач на середину. Упала такая. Там глубина, наверное, была, ну, я не знаю, за ними там 70-80, не больше. Ну и тина. Блесна-то упала, и давай я тралить эту тину. У меня там... Застава у Михайловича или у Валентина. Совершенно необычный арт-объект на трассе Акташ-Улаган. Проехать мимо базы невозможно. На 22-м километре от Акташа, справа от дороги, несколько старых машин и мотоцикл. Вы взгромождены на валуны. Что это? Зачем? И ты останавливаешься, потому что такого еще не видел. У Михайловича будет отдельный фильм. Общение с этим неординарным человеком доставило всем огромное удовольствие. Материала на целый ролик. Не пропустите. К тому же, впереди у нас перевал Кату-Ярык. Самый опасный и непредсказуемый перевал. Он является воротами в долину Челышман. Но об этом расскажу чуть позже. Спасибо за лайк и за подписку на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!